В Коколыме жители гостей города приглашают в океанариум, где 13 января подводный экскурсовод расскажет интересные факты из жизни морских обитателей и ответит на интересующие вопросы, находясь прямо под водой. 14 января в молодежном центре метро пройдет большой рождественский концерт «Вход свободный». Также в воскресенье в культурно-выставочном центре русского музея состоится лекция об истории русского чаепития по картинам русских художников. Бурая в субботу киноконцертно-цирковой комплекс «Юность Шаима» приглашает на концерт народного вокального ансамбля «Вертикаль» с участием юных исполнителей ансамбля «Веснушки» и «Северное сияние». Праздничная программа называется «Не опять основам». Это долгожданная встреча с нашим любимым зрителем. Это подведение итогов, достижений за год. А участники национальной гостиной «Содружество» соберутся на народном празднике бабьи каши. Марафон семейных традиций откроют русичи, познакомят гостей с русскими традициями, проведут игры и святочные гадания. Своеобразный этноквиз состоится в помещении Совета ветеранов 13 января. В субботу лангипастцам не придется скучать. В Центре культуры «Нефтяник» Старый Новый год отметит под ретро-песни. Зрители не только увидят театрализованную сказку «Тайны новогоднего имени», но и услышат зажигательные музыкальные ритмы, которые им подарит ансамбль «Лангипастц» и «Джазбенд». Также 13 января артисты ансамбля «Первоцвет» предоставят горожанам возможность окунуться в старину. Жители трех домов по улице Парковой смогут поучаствовать в колядках. Ребятишки постучатся в каждую дверь и споют хозяевам веселые песни с рассказами о рождении Христа. В Покачах Кровеческий музей 13 января организует ряд мероприятий. Лид с ограниченными возможностями здоровья приглашают сделать подарок на Старый Новый год. Детей помладше ждут на мастер-классе «Зимний лес». Ребята создадут рисунки в технике и витражи. Также в субботу здесь пройдет программа «Волшебный бисер». Кольца, браслеты и брелочки, изготовленные из бисера, ребята смогут забрать с собой.